Французской сборной, которая та нанесла ровно год назад, 5 июня 1966 года, накануне старта финального турнира, в преклонном возрасте. У французов, слава богу, все живы и здоровы. По ходу матча я постараюсь познакомить вас с каждым игроком той и другой команды. Кроме сборных СССР и Австрии, в третьей группе выступали греки и финны. Эль де Мишель на правом фланге, подача, отбивает мяч Шестернев. Еще одна попытка, удар, мяч уходит за лица в линию. Упорнейшая борьба сборной ФРД 1-2 и проиграла в матче за третье место сейчас в атаке сборная Франции. Простыли передачи, Яша надевает мяч и... Гоу, Филипп Гонде открывает счет на 12. Репередовец, он в основном, особенно в первые минуты матча, играл в оттяжке, помогая обороне. Сабо и Медведь были бомбардиром того сезона 67-го года, забив 10 голов. В 40-е годы до войны и во время войны принадлежала в Венгрии. Ну и потом и Сабо, и Медведь не секрет. Нападающий сборной Советского Союза. Вы, наверное, обратите внимание, как как раз вот располагался Стрельцов. Он шел вперед и как писали французские газеты. Центр, правый защитник. А вот интересно, в матче с мексиканской командой, который состоялся, как я уже говорил, в Венеграде 28-го мая, Афон Иосифом Сабо. Вот так, такие были времена. Передача на 10-го номера. Андраги в центр играет на своего партнера. Пошел 11 октября 66-го года в Москве. Последнюю встречу в майке сборной СССР 18-го сентября 71-го года против сборной Индии в Москве, когда наша сборная выиграла у индийцев с счетом 5-0 на стадионе «Динамо». Габриэль Домишигры с длинными передачами на фланг Бышевцу, в основном на левый фланг, либо пас по центру на Стрельцова, который не утратил своих прострельных передачей. Здесь Яшин. Здесь играет назад Шестернев. Ошибка Шестернева. И рвутся вперед. Гонде, Филипп Гонде. И здесь в спину толка.